В общем, решил я сразу продолжить с Каледина, недолго думая, потому что понимаю прекрасно, что те же самые Хан тоже прослужат долго, в принципе, потому что то же самое по виду и по всему остальному. Значит, палочка Рок 68 грамм, немножко ошибся, написал Райт. Ну, в общем, заметно видно, как оно, все эти отметки есть. Возвращаемся к тому, с чего начинали прогнозы. Ну, вот сейчас, сегодня я еще разочек вот сыграю вот этими палками и мои прогнозы на то, что в следующий раз они уже разлетятся. Как бы ничего личного, но не хотелось бы, чтобы они разлетели сейчас. Опять же, сто раз уже говорил, повторюсь, специально сильно не бью, потому что если я буду специально сильно бить, ну, я забью себе мышцы. Я тогда, мне придется еще дольше восстанавливаться и не играть, а я себе этого не хочу и не могу позволить, потому что, ну, играть надо, а вот, ну, не заниматься всякой ерундой, типа забивания мышц, чтобы происходило. Вот, так что, ну, фанаты Калядин, пожелайте им удачи, чтобы они все-таки не две, как предыдущие пары, ну, не два видео, в общем, чтобы они не полчаса, короче, как предыдущие прослужили. Да, места римшотов. Опять же, чуть выше, в левой руке вообще непонятно, что сейчас происходит. Сразу скажу, я не уставший, наоборот, бодрячком и есть настроение поиграть. Так, ну что же, повторюсь, пока свежие хорошо заходят. Вот это вот уже 2Б, то есть, получается, у Калядин Рок, это уже ближе к 2Б Промарк и к 2Б Викфёс. Ближе уже, но мягче. То есть, получается, они ближе к клену. И особенно за счет того, что они реально, ну, быстро разлетались, то они, естественно, именно ближе к клену. То есть, они посредине между кленом и гикори, ну, если брать из того, чего делают палочки в основном. Но ближе к клену, все-таки вот прям на одну четверть близко к клену. И вот такое огромное расстояние еще до гикори. Но по размеру они вот эти вот уже, уже похожи. На Промарк. Те же 2Б и Викфёс 2Б. Но тут не 2Б, тут Рок. Вот ощущается как раз то, что вот не хватает длины. Они в сравнении с Хан. Они мягкие. И вот этот момент удара в Белл, он не такой артикулированный. То есть, он как фетровый немножко. Ну, вот она плотность такая, да. Следовательно, и римшоты более слабые. И римшоты где-то еще более слабые. Значит, и римклик более слабый. И, ну, в общем, атаки очень мало, в принципе. Вот. Близко к Клёну. То есть, те, кто играет Клёном, наверное, вот для тех это будет вообще открытие и, как это называется, и экономия. Но не рок конкретно серия, а вот что-то наподобие. Но это ближе к Клёну. Это реально как к Клён. Но Клён бы уже разлетелся давным-давно. В принципе, все свои эмоции я уже описал. Конечно, это уже близко к тому, когда вот я просто начинаю играть. Когда прихожу до durability test, когда берешь ProMark 2B. Сейчас я не сравниваю, но ощущения близкие. То есть, вот эта серия ROCK, она уже по ощущениям близка к 2B. То есть, баланс у них уже есть какой-то. Но они очень мягкие, очень мягкие. Как кленовые. Так, сделаем замеры. Головки я не жалею, как заявляет тот же самый Калетин. Что попробуйте, мол, они крепенькие. Так и есть. На тех... Ну, опять же, они не успели себя проявить, потому что они в местах ремшота разлетаются. Вот уже видно, что они прям конкретно мнутся. Конкретно так уже облетают. И внутри, как и было, скорее всего, уже чувствуется вот эта пустота. Они вот... Ты играешь. Если, например, те же Han, они постоянно ощущения, что они сломанные. А здесь ты прям плавненько-плавненько ощущаешь, как они становятся все мягче, мягче и мягче. И в середине, конечно же, будут выглядеть как руты, скорее всего. Так что пока что на таком результате мы остановимся. В обхвате они уже потолще. Ощущения уже такие ближе к 2B, конечно, это не 2B. Тоже, ну, не 2B, не потому что здесь написано рок, а потому что, по ощущениям, они не дотягивают все равно до 2B. Потому что они тоже не залетают еще вот так же на барабаны. То есть баланс, опять же, смещен. Ну, сейчас уже, типа, баланс, он и есть ближе к середине. То есть все равно он в руке. Вот. То есть палочки не залетают. Ты все равно ими играешь. В смысле, приходится ими играть. Палочки тебе тоже не помогают. Ну, не тебе, а мне. Ну, в общем, как-то так. Посмотрим. Возможно, это предпоследнее с ними видео. Ну, не знаю. Либо в следующий раз, либо через раз. Ну, уж точно. Ну, как-то они вот ощущаются, что они уже... Все, уже ползет эта плотность. Уже они не крепкие. Но вот они уже очень мягенькие. Несмотря на то, что они и сами по себе мягенькие, как клен. Ну, чуть-чуть поплотнее, может быть, по ощущениям. Ну, и да. Конечно, клен бы разлетелся, естественно. От такой игры. Ладно, посмотрим. Так что продолжим в следующий раз уже. И, кстати, уже более-менее отдохнувшим. Ну, через какое-то время. То есть, не сегодня уже продолжаем. Это однозначно. 18 сентября 2022 года. Воскресенье. Палки Калядин. Так как они выглядят после первых 18 минут игры. Ну, и 18.55, предположим. Пока что выглядят они вот так. Ну, все цело. Ну, все как и было. Значит, отдохнул. Настроение отлично. Желание поиграть большое. Что можно сказать? Какие прогнозы давал? То, что... Ну, вообще они потолще, конечно. Так что, я думаю, еще протянут сколько? Ну, еще два раза протянут. Ну, вот. Уже мягенькие места хремшота. Это ощущается. Это я в тот раз еще говорил. И сейчас вот вспомнил. Решил напомнить. Кстати, скорее всего, после Калядин продолжим играть. Пока что вытягивает только какое-то реально отличное настроение. Что этот кошмар... Ну, скорее всего, как возьму те палки, настроение сразу исчезнет. Такое тоже может быть. Даже не может быть, а скорее всего так и будет. Так. По ощущениям, все как обычно. Все так и происходит. Уже значительно. А эти, кстати... Эти, по-моему... Нет, эти тоже под чем-то тоже, чем-то покрыты. Но таким. Совсем-совсем тоненько. Вот. Уже осыпаются. Ой, ой. Лучше не ковырять. Сильно осыпаются уже. Особенно в левый. Долажал. Как. Ох. Ох. Давай. Тern dis Harrison. Ох. Ох. Х. Во. Ну, видимо, налажал я не только по той причине, что это возможно, да? А это возможно, никто не отрицает, никто не идеализирует. Вот, уже было чувство того, что все это, ну, то же самое. Вот, и сейчас я этими палочками играл, как теми, какими я обычно играю. То есть я не жалею ни те, ни другие палочки. То есть я играю так, как есть, так, как я нарабатываю определенные программы или еще что-то для себя в первую очередь. Одну палку мы оставляем. Кстати, мы можем сейчас устроить... Ну, не, это будет... Можем, короче, их коллаборацию сейчас сделать. Типа это... Взять вот это вот, типа, Вимимс, которые там валяются с тех пор. Вот. Пополам сломались, опять же, да? Вот здесь... Ну, сейчас покажу, короче, еще. Можно сделать коллаборацию один разочек и сыграть... Типа в... Ну, хотя они разного размера, это же вообще какой-то кошмар будет. Если бы там были какие-то хотя бы, ну, и то не рядом. Ну, короче, надо думать. Ладно, достаем эту... Эту половинку. Осталось то, что... Эх. Ну, конечно... Лучше две пары вот таких, чем одна пара Хана. Мое личное мнение и по ощущениям... Ну, а... Ой, блин. Опять же, тут была такая тема, когда я играл в Белл, я его не слышу. То есть, бьешь-то ты туда же, а... Ну, поскольку палка мягкая, все. Белл... Уже становится ватным. Так, что там, запись не закончилась еще? А то будет очень печально. Не самая важная, может, информация для кого-то. Для кого-то она будет новинку. Значит, вот что получилось. Так, ладно, рядышком положим. Ну, головки целые, да? Ну, здесь такой момент... Они не успевают себя проявить, эти головки, ни в коей мере. Ну, у любой другой палочки столько же головки будут, в принципе, держаться. То есть, тут момент такой. Опять же, да, если брать только из нашего, вот, из нынешнего нашего, я имею в виду, сколько было палочек, и тем более я показываю. Ну, вот, из моего личного сейчас вероятности теста получается, что головки отваливались где-то там на пятый раз уже. Ну, на пятое повторение программы целой. Вот. То есть, на пятый раз по 18, по 19 минут, можно сказать. Именно игры. Я имею в виду, не на 17 минут, просто времени просиживания за установкой. Именно игровых. Вот. Такая вот вещь происходит. Ну, все остальное целое. Они себя не успевают проявить при игре с подачей, тем более. Ну, в таком формате. Опять же, да. Вот оно внутри как... Ну, оно, конечно, не такое подвижное, как я это объясняю, но оно вот становится вот таким, как руты. Внутри очень быстро, потому что вот вокруг палка, она как-то не сбитая, да, вот, видно, да? Ну, где места тоже рикшотов. А в середине оно начинает как будто вот уже крошиться. Да, это все плотное, понятное дело, что оно не болтается там, но по ощущениям именно так оно и происходит. Здесь то же самое, естественно. Вот. Тихо. Не надо. Мы еще обязательно поиграем. Вот. Здесь пока что все нормально. Ну, я думаю, хохма ради можно устроить. Потому что, опять же, эта палка пускай будет, опять же, в правой руке. Вот. А вот это Хана Вильямс будет в левой руке. Например. Ну, просто это будет такая серия, как бы, отвлечения. И... Как бы все равно только начали. И вот даже третий трек не доиграли. Просто длинная серия за счет того, что много о чем говорил. Вот, как всегда. Так, надо тут уже ноут поставить на зарядку. Держу в курсе. Так что, вот такие вот результаты, в принципе. Ну, приятнейся. Ну, я это еще скажу обязательно. Ну, и сейчас вот этому пару совместим. Ну, опять же. Будем брать из соображений, что написано рок. Ну, на заборе тоже написано. Но, раз уж написано, пусть отвечает каким-то вот этим вот стандартам, как они любят. Ну, здесь хотя бы ничего такого не написано. Ну, здесь типа traditional вот это вот, Hornbeam. Который я все время Hornbeam называю. Правда, что тут традиционного? Ну, традиционное, наверное, именно вот Hornbeam. Вот, традиционное. Остальное ничего тоже не традиционное. Вообще ни разу. Ну, или покрытие традиционное. Там, без лака, типа. Ну, чем-то оно все равно напудрено. Ладно. Так, продолжим отсюда.